Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре два вот таких вот нереально мощных без коллекторных двигателя. Для чего они будут использоваться, я вам пока не скажу. Это небольшой секрет, потому что проект пока что только делается и проект этот принадлежит не мне. Мне дали двигатели лишь протестировать. Я был недавно на аэродроме у друга Дмитрия. Он мне дал их, чтобы я показал вам. Потому что я уверен, что именно вам, как никому, будет это интересно. Движки, кстати, самодельные, друзья. Ну вот заодно оценим качество изготовления этих двигателей. Очень-очень интересно. Пока я был у Димы в гостях, мы там заметили, что на одном был отклеенный магнит. Надеюсь, что наши двигатели будут хорошо проклеены. Если это не так, то будем думать, что с этим делать дальше. Вот смотрите, какая конструкция. Видите, вот это точеное. Интересно, кстати, вот это алюминий или сталь. Оно какое-то тяжелое, весит ориентировочно по 5 килограмм. О, магнитом не магнитится, все алюминиевое. Значит весь вес дает именно статор без коллекторного двигателя. Ой, как туго крутится. Этот немножко полегче. Да, жалко не заснял я для вас, друзья, тот проект, для которого были куплены эти двигатели. Но я почти что уверен, что тот проект доделается до конца и я вам его обязательно покажу. Для начала, конечно, было бы хорошо понять, с чем мы вообще имеем дело, что это за моторы. Мощность тут нереальная. Каждый может переварить 10 киловатт. И также у Димы еще там был мотор на 25 киловатт. Он мне хотел его дать, он вот такой. Ну я сказал, куда? Дима, куда? У меня вот такой регулятор всего лишь остался. Все остальные сгорели. Вот и вся электроника какая у меня есть. Но зато она мега качественная. Она может переварить 200 ампер и напряжение получается 60 вольт. Но у меня есть только 50 вольт. Недавно я делал батареи на канале вот такие огромные. Каждая на 25 вольт и на 40 ампер часов. Не знаю, какой максимальный ток она может давать. Но 200 ампер будет играючи вывозить. Для нее это будет вообще не проблема. Главное, чтобы вытерпел регулятор. Я тут знаете, что заметил? Вот даже просто вот при таком вращении он в режиме вегенератора вырабатывает уже какое-то электричество. И судя по всему оно довольно таки приличное. Смотрите, вот я кручу. Соединяю и простреливает приличная искра. Двигатель при этом очень сильно сопротивляется. Если замкнуть все три фазы, то провернуть его довольно таки трудно. Вот я со всей силы пытаюсь крутить. Вот отпускаю и сразу легко крутится. Конечно токи наводятся безумные. Осталось еще вам кое-что показать и можно будет соединять электроцепь и пробовать. Это нагрузка наших движков. Похоже на березу. Неудивительно, береза очень подходящий материал для пропеллеров. Хотя в таком размере она уже должна быть клеена, а не цельная. Иначе может разлучиться от большой мощности. Но я надеюсь, с нами такой беды не произойдет. Вот так оно выглядит на столе. У одного диаметр метр тридцать. С таким мы еще дело не имели. А у другого метр шестьдесят. С таким уж тем более. Движки имеют малый КВ. То есть у них в приоритете крутящий момент, нежели обороты. Так, попробуем измерить обороты. Запускаем. О как! Такие малые обороты может выдавать. Издает какие-то интересные звуки. Вышел на максимальные обороты для этой батареи. Пока использую в половину меньшую батарею. Значит получается 1387 на 24 вольт. Получается примерно 60 оборотов на вольт. Такой вот низкий КВ у этого двигателя. Со вторым у меня произошел небольшой форс-мажор, друзья. Я его раньше пытался запускать. Смотрите, что уже с ним произошло. Разобрал один из двигателей. В разобранном состоянии он выглядит вот так. Видно, что изготовлен не из цельной болванки. Используется железо. Надеюсь, оно трансформаторное. Всё как положено. Подшипники закрытого типа довольно-таки большие. В общем, конструкция довольно-таки простая. Я даже как-то натыкался на один из зарубежных сайтов, где было расписано, как делать обмотки. То есть можно было ввести данные. Необходимое КВ, необходимое количество магнитов, полюсов. Всё это рассчитывается, где как мотать, в какую сторону и так далее. Надеюсь, когда-нибудь воспользуюсь этим сайтом и намотаю свой электродвигатель. Ну а вот он ротор, друзья. Выявилась кое-какая проблема. Смотрите, что у нас здесь. Какая красота! Отклеился магнит. Я постараюсь это дело заклеить, потому что начавшиеся испытания неожиданно закончились. Ибо начало всё тарахтеть и громыхать. Слава богу, не заклинило, потому что он вращался в эту сторону и, получается, прижимал магнит. Если в эту крутить его, то он заклинивал остатор об острые углы. Так что, друзья, сейчас буду заклеивать эпоксидной смолой. Буду убирать вот здесь вот большие щели. Именно из-за этого оно и отклеивается, в общем-то. Так, ну вот, друзья, всё заново проклеил. Зачистил эпоксидную смолу. Видно, что здесь магниты неравномерные. Это, конечно, будет сказываться на эффективности. Далее мы посмотрим, когда пустим его в работу. Измерим все параметры и узнаем, как он будет работать. Ну что ж, перекрестимся и начнем вставлять. Страшное дело, но буду держать вот так. Хлопнет оно жестко, я думаю, потому что вытаскивал я его с помощью монтировок. Оп, ну всё нормально. Сейчас мотор уже после доработки. Ну давайте посмотрим, как он работает. Есть ли посторонние шумы и прочие дела неприятные. Красиво вращается. Резко пошел на разгон. Никаких шумов нет посторонних. Смотрим на обороты. 1760 получается и нет никаких посторонних шумов, но он изначально лучше, тише работал, пока не отклеился магнит. Сейчас вообще хорошо. Получается 70 кВт, то есть этот вращается быстрее при одном и том же напряжении. На нем, наверное, мы и будем все испытывать. Потому что, во-первых, обороты здесь больше, а у меня батареи с малым напряжением. С двух можно получить 50 вольт только. Ну а если по чесноку, друзья, то мне страшно единственный мой регулятор испытывать на вот этом жужжащем движке. Что-то там входит в резонанс. Я не знаю, что, если честно. Обмотки здесь не закреплены никаким лаком, ничем. Вот здесь вроде бы как под закреплены, ничего не шевелится и плюс я дополнительно подукрепил слегка. Вот поэтому будем этот движок пробовать, посмотрим, что он покажет. Но для начала проверю ток холостого хода. Вывел в режим и буду измерять токовыми клещами. Поставил на DC, на постоянный ток. Мои клещи могут даже по стоянку измерять. На холостую 32 ампера потребляет. Но это как-то прям очень жестко, на мой взгляд. Регуль не греется. Мотор со временем греется, если честно. Вот уже у него некая температура появляется. Видите? Уже под 50 градусов. Без нагрузки у них может такое быть. С нагрузкой он может меньше греться до определенных пределов. А потом опять начинать сильно греться, когда идет сильный проворот. Это особенность таких двигателей. Я давно заметил, что на холостую они не всегда без нагрева работают. Друзья, приступаем к испытаниям. У меня все уже подключено. Для тестирования буду использовать весы, которые на 150 килограмм тяги. Попробуем дать немного газа. В сторону угадал. Звук жестокий. Ку-ку! Ну че надо так делать? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время года мы выбрали. Для испытаний. Погнали. Так, это что такое? Что оно трясется? Дисбаланс, да? Ну да. Смотрим. Давай смотреть. Что будет? До 0,2 процента. Слушай, да ну его нафиг, блин, вот это жесть, как тут страшно стоять. В общем, проблему мы нашли, оказалось проводок от тряски просто выскочил у нас, так что сейчас протестируем по максимуму. Батарейка выводит, да, напруга падает, но это нормально для таких холодов на самом деле. Сейчас мы давай измерим ток уже по максимуму, а потом тягу. Так, стоит DC, 1 ампер в покое получается. Погнали. Какие токи, это очень интересно. 30 ампер, если вы помните, он на холостую 30 ампер потреблял. А так под нагрузкой уже прилично. 100 ампер. Ну я таких цифр давно не видел. 320 ампер. Жесть. Осталось понять, какая тяга будет при этом. Это же очень интересно, а? В общем, 320 ампер ток. Дядя. Дядя. Это не так много, я, честно говоря, ожидал больше 300 ампер. 300 ампер умножить на 50... О, господи, сколько это? 15 киловатт что ли получается? Весы не надо сбросить? Слушай, 300 ампера. Регулятор всего лишь на 200 ампер. Нас, видимо, холодильник спасает. Двигатель вообще не нагрелся. Итак, друзья, тесты окончены. Какое можно сделать резюме? Движок практически не грелся и хавал очень большую мощность. Спокойно 15 киловатт. Спокойно он хавает. Но правда что-то выдает как-то маловато тяги. Для сравнения вам скажу. Заводские движки вот с таким пропеллером могут выдать 36 килограмм тяги при 8 киловаттах мощности. Это метровый винт от компании Т-моторы. Вот соответствующие двигатели Т-моторы. Они собственно на 36 килограмм и рассчитаны. А этот получается при такой же тяге, практически такой же. Ну там 36, здесь 40 килограмм мы получили. Но он хавает целых 15 киловатт. И дальше, если больше мощности давать, ситуация будет усугубляться. Потому что дальше эффективность падает всегда. И грамм на ватт меньше получается. К сожалению, с более крупным пропеллером я не смогу произвести испытания. Ибо уже с этим чуть было не сгорел регулятор наш. Потому что он на 200 ампер, а мы ему вкачали 320. За счет того, что он сверх крутой, сверх качественный, он выдержал. Но еще неизвестно, какие структурные изменения там внутри произошли. В мосфетах может быть он и подгорел. И все, уже на него надеяться нельзя. Присутствуют срывы, опять же. Не знаю, с чем это связано. Но если резко газ дать, может сорвать, уйти в ошибку регулятор. Может быть по максимальному амперажу он уходит просто в защиту. А может быть именно из-за движков. Ну не знаю, пока что мне не удается адски мощные движки стартовать как положено. Чтобы резко запускались без срывов. Батареи себя показали хорошо. Особо гигантского тока от них ждать не приходится. Но 300 ампер выдерживают вполне нормально. Если они на холоде смогли, то при нормальной температуре легко будут работать на этом токе. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. Ну а еще крайне желательно очень жестко пробить в колокол. Всем пока, до новых встреч, друзья!